О смене формата празднования Дня Победы в Котласе рассказали в городской администрации. Оргкомитет занимается последними приготовлениями. Изменение этого года, которое коснулось всех городов нашей страны, отмена шествия бессмертного полка, сделано это из соображений безопасности. Зато в Котласе в этом году, 9 мая, будет свой парад Победы. Он начнется в 10 часов утра на площади Советов. Участие в параде примут все силовые структуры нашего города, начиная от военнослужащих из Саватии до полиции и МЧС. К ним присоединятся кадеты, курсанты и юнормейцы. После парада в 11 часов колонны от площади двинутся в сторону Вечного огня. У нас не будет такой четкой градации, ну как раньше было, выстраивать коробки. Мы предприятий в такой последовательности не будем. Это должно идти как единение. Мы должны идти вместе все, плечом к плечу. На сцене городского парка с 11.30 начнется праздничная программа. У нас каждый номер будет посвящен ветерану Великой Отечественной войны. То есть мы будем называть фамилию, имя, отчество и посвящать ей номер. Я думаю, что люди должны знать своих героев. Импровизированные сцены, полевая кухня и бригады артистов расположатся также на бульваре по проспекту Мира у Праги, рядом с кафе «Глобус» и у Центра дополнительного образования. Мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех микрорайонах города. В Леменде с 8 утра до 9, в Ичигутском с 12 часов. А накануне Дня Победы 8 мая адресное поздравление получат катлашане ветераны Великой Отечественной войны. Их в городе на сегодня 10 человек. Каждому отправится выездная бригада. Концерт они дадут прямо под окнами ветеранов.